Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск еженедельной программы в студии Ольга Никитченко. Главные события уходящей информационной недели. Через болота и лужи. Так в Бельцах дети добираются до школ и детских садов в дождливую погоду. Северная столица страны отстает по качеству ремонту подъездных дорог к учебным заведениям и жилым районам города. Несмотря на то, что каждый год местные власти выделяют деньги на ремонт дорог, большинство дорог во дворах жилых кварталов выглядят катастрофически. Северная столица Там вот так глубоко. Проходим, болото, сменка. Очень трудно. Тем более я живу не в городе. Набираться сложно. Очень бы хотелось, было бы очень хорошо, чтобы в Бельцах все дороги были идеальные, красивые, чтобы не было вот такой грязи. С трудностями на Бельских дорогах сталкиваются не только школьники и воспитанники детских садов, но и пожилые люди. Лидия Несерчук живет в пятиэтажном многоквартирном доме на восьмом квартале уже 57 лет. Пенсионерка говорит, что дороги в ее доме с каждым годом становятся все хуже и хуже, а ремонтировать их никто не спешит. Дорога – это беда. Это мы уже несколько лет мучаемся с этой дорогой. Обращаемся неоднократно, наш ЖЭК. Бесполезно. Денег нет, ничего не можем сделать. Сделать опалубку, сделать подход, устранить вот эту вот беду. Управляющий ДРСУ Сергей Журавец, с которым мы связались по телефону, сообщил журналистам ТВНОРД, что ремонт дорог в Бельцах будет возобновлен, как только наступят более благоприятные погодные условия, то есть в конце марта. В 2022 году примария Бельц получила из государственного бюджета 35 миллионов 841 тысячу леев на ремонт улиц. В 2023 году эта сумма составляет всего 35 миллионов 56 тысяч, хотя стоимость строительных материалов значительно возросла. В северной столице 222 километра дорог, и на их капитальный ремонт необходимо 3 миллиарда леев. Даже находясь за решеткой, заключенные Бельской исправительной колонии не забывают о традициях нашего народа. Первый день весны они сделали маленькие мартишоры и подарили их сотрудникам тюрьмы, пожелав им прекрасной весны. Сотрудники учреждения говорят, что первый день весны с нетерпением ждут все заключенные. Мэр Сишор возвращает праздничную атмосферу в сердца заключенных. Мэр Сишор, праздничная атмосферу в сердце задум Мартишоры были подготовлены заранее. По словам заключенных, эти мероприятия дают им возможность заново открыть свою индивидуальность. В свою очередь, сотрудники тюрьмы также вручили подарки всем осужденным. Хороший праздник, желательно его отмечать дома, с семьей, с детьми, с родными. Не здесь. И огромное спасибо, что вы нас посетили. Что означает для вас приход весны и марцишер? Ну, как всегда, это радость в первую очередь, так как весна, так как, ну, можно сказать, новое начало жизни. Красота, тепло, дети выходят, играют. Ну, это красиво. Новый сезон. Ну, символ. Символ красоты. В настоящее время в тюрьмах страны содержится около шести тысячи заключенных. Минута молчания и тысячи цветов, возложенных в память о тех, кто погиб в конфликте в Приднестровье. Всего за четыре месяца военный конфликт унес жизни тысячи людей в нашей стране. В 31-ю годовщину начала военного конфликта ветераны войны, рядовые граждане и солдаты отдали дань памяти павшим героям. В 32-ю годовщину. В 32-ю годовщину. Мы их помним. И мы не знаем. На мероприятии также присутствовали представители местных и центральных властей. В начале была проведена поминальная служба. 31 год назад случилось трагическое событие для нашей страны. Тысячи ребят погибли за целостность нашей страны. Мы должны это всегда помнить и передавать нашим поколениям. К моему, конечно, большому сожалению, я не увидел сегодня молодежи на этом мероприятии. И, конечно, я исправлю это, сделаю, наверное, замечание правильное, потому что молодежи, школьники должны присутствовать в таких значениях для нашей страны событий. Мы сегодня были кот ла кот с ветерани, с офицерами, с полиция, с карабинерами. И мы с официей пожеланиями поминами для целей, для интегрированности нашей страны. И, конечно, мы должны быть обязаны для того, чтобы их поменим, потому что они жертвовали на алтаре этой страны и у нас сегодня есть пачка в стране. Политический конфликт начался в 1990 году, сразу после провозглашения независимости так называемой Приднестровской Молдавской Республики. На этом у нас все. Больше новостей на нашем мультимедийном портале tvn.md и на страницах в социальных сетях. Увидимся на следующей неделе.